друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш youtube канала market составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный telegram канала market с торговыми идеями которым на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента вам в помощь для принятия торговых решений ну что ж эта неделя заседания американского регулятора так долго мы ждали это событие друзья и фактически до него несколько дней начнется во вторник в среду будут подведены итоги нас интересует насколько далеко зайдет американский регулятор насколько будет повышена процентная ставка я надеюсь что среди вас нет уже тех кто считает что ее могут поднять максимум на 25 базисных пунктов и вы но в лучшем случае сомневаетесь между 50 на базисными пунктами 75 но есть еще я уверен сценарий который вы допускаете при котором американский регулятор может пойти еще дальше и повысить ставку на 100 базисных пунктов я как вы помните ранее уже комментировал что поместил себя а в круг единомышленников идеи более агрессивных действий американского регулятора и считаю что почему бы нет почему бы ставку не поднять сразу на один процентный пункт до трех с половиной процентов напомню друзья что с прошлой неделе ожидание того что американский регулятор может активнее начать повышать процентные ставки стали следствием роста базовой инфляции которая скакнула по итогам августа с 5 9 до 6 3 процентов это серьезный рост в месячном выражении фактически на 0,4 процента и опять же до сих пор нету уверенности в том что американский американская экономика миновала пики по инфляционному давлению и я пожалуй все таки допущу что скорее всего пиковые значения только лишь впереди будет более высокая инфляция соответственно через какое-то время американскому регулятору придется все таки вернуться к теме того что может быть стоит активнее повышать процентные ставки и вот рассуждая таким образом я остаюсь сторонником того сценария и такой идеи что уже на этом заседании фрс решит больше не терять время и начать действовать агрессивнее тем более что неоднократно представитель американского регулятора джером пау подчеркивал что основной мандат и задача федрезерва это обеспечение ценовой стабильности и предотвращение дальнейшего роста индекса потребительских цен но если уж за последние месяцы два подряд повышение ставки на 75 байсных понтов не принесло ровным счетом никаких плодов то может быть стоит изменить политику и начать действовать в более агрессивном таком порядке возвращаясь к доллару и индекс американской валюты сейчас на отметке 109 53 я думаю что мы все-таки увидим пробоих сопротивления 110 и последующее движение выше есть очень хороший а фундаментальный фон который тянется с прошлой неделе это не только статистика по инфляции этой сильный отчет по ручным продажам хорошая цифра по первичным заявкам на пособие по безработице сильный релиз по потребительским довериям если анализировать мичиганский хе индекс есть показатели доходности американского долгового рынка десятилетки держатся на отметке 3 45 сотых процента двухлетней облигации они более чувствительны на самом деле к повышению процентных ставок топчется в районе 3 85 то есть фактически мы сейчас наблюдаем за таким понятием как инверсия кривой доходности и эта инверсия и масштаб как будто этого расхождения он превышает 40 байсных фондов это много и если опять же взять за основу дальнейших рассуждений тем того что инверсия кривой доходности доказывают что американская экономика летит в апокалипсис какой-то экономический под названием рецессия затяжная рецессии полноценный экономический кризис то даже если допускать такой сценарий нужно все-таки принять к сведению что если он реализуется то в таких условиях на глобальном рынке опять же спросом пользоваться будет только лишь доллар и ничто другое уж особенно не то что ассоциируется с на рисков я сторонник того что рост американца продолжится и дальше поэтому друзья давайте просто ждать золото наши прогнозы сбываются золото все ниже и ниже цель ближайшая 1650 я думаю что мы до нее доберемся уже ближайшее время спрос на золото снижается со стороны хедж-фондов инвест-фондов и сиев фондов золото поджимает рост доходности трежерис и конечно же золото по-прежнему тяжело на фоне укрепления курса американского доллара рынок нефти 91 88 я вне сделок пока в комментариях друзья многие из вас спрашивали почему есть хорошая возможность купить сейчас я не уверен что это хорошая возможность я допускаю что снижение может продолжиться в ближайшие две недели но все-таки по мере наступления такого полноценного отопительного сезона ближе к зиме уже я надеюсь пораньше без сомнений точно будет мной открыто длинные позиции когда я это сделаю я вам обязательно об этом расскажу потому что я все-таки считаю что концу года китай сможет окончательно избавиться освободиться от локдаунов экономических ограничений это вдохнет в жизнь в промышленной активности будет способствовать дальнейшему восстановлению спроса первый нюанс второй момент связан с тем что иран который вроде бы как должен был вернуться на глобальный рынок углеводородов сейчас это снова под сомнением комментарий госсекретаря сша блинкина о том что реакция на последние предложения запада ирана подчеркивает тот факт что эти условия вряд ли будут приняты в этой связи без иранских поставок на рынке должен сохраниться прежний дефицит предложения которым ранее мы говорили и может быть еще даже более важная новость во всем этом это комментарий сша пятничный о невозможности наращивания объемов поставок жиженного природного газа в европу которые ранее были обещаны европейскому союзу почему невозможно физически компании не смогут производить больше энергоресурсов на экспорт и для того чтобы ситуация изменилась сейчас нужны колоссальные инвестиции но мы помним что такой львиной частью предвыборной компании демократов сша стала зеленая энергетика я думаю что любые инициативы которые будут предполагать более высокие капиталовложения в энергетический сектор нефтегазового отрасли будут блокироваться оппозиции как минимум что касается других инвест идей европейская валюта против доллара 0.99 ну скажем так паритет мы видим там плюс-минус несколько пунктов я сторонник того что снижение европейской валюты продолжится тем более что на этой неделе после заседания фрс индекс доллара должен получить солидную поддержку это окажет давление на арийского актива не хочется снова уходить там в анализа промышленного производства комментариев представителей европейского центрального банка действий по поводу процентной ставки очень много было сказано моих последних брифингах и я надеюсь вы для себя уловили идею того что какой-либо фундаментальной поддержки для евро сейчас попросту нет британская валюта 1.14 ждем соответственно еще ниже пятничный отчет по рыночным продажам разочаровал минус 1 и 6 процента в месячном выражении минус 5 4 в годовом то есть рыночные продажи замкнули недельный цикл провальных релизов когда были слабые данные по промышленному производству по ввп по рынку труда а по инфляции и в этой связи я считаю что даже заседание банка англии который состоится на этой неделе потенциальное повышение ставки до двух с половиной процентов не поможет британской валюте и мы увидим тест 1.13 и ниже американский фондовый рынок все ближе к нашей цели 3 800 сейчас котировки 3 881 и следом за американским фондовым рынком вниз летит и рынок криптовалют bitcoin уже 18800 я говорил что очень много ликвидности может быть сфокусировано сосредоточено на рынке криптовалют в эти выходные потому что тотальное нежелание рисковать и вот этот капитал может стать причиной еще одной волны распродаж собственно так оно и произошло в эти выходные очередные потери которые продолжают множиться и сейчас поэтому цель по биткоину друзья 18 тысяч как было прежде так и остается в зависимости от того как быстро мы и пробьем будем смотреть уже на 15 тысяч и ниже на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока